Приобретаются народные бурятские игры и забавы. Приобретает не чудле мировой размах, как, например, Хейр Шаалавад, который ансамбль степной напевы первым запечатлел в одноименной танцевальной постановке. Еще одна в прошлом сибирская забава, которая родилась из оттачивания техники бросания предметов и копьев ногами, закрепилась в бурян-монгольской среде как тэбэк или зос. А через них игра распространилась по южным путям и далее на Кавказ и на Запад. Стала она популярна как в Восточной, так и в Западной Европе, дошла до Америки. В Азии игра распространилась до Кореи и островов Тихого океана на Юго-Востоке. В нее играют не только мальчишки и девчонки, но и достаточно взрослое население. В каждой стране у предмета игры есть свои малоотличимые разновидности, но все их для простоты можно назвать монгольскими. К сожалению, в советские годы в нашей стране игру запретили, и мало в каких республиках и регионах она была сохранена. Активно возрождать игру в бурянской среде начали в последние десятилетия. И мы надеемся, что очень вскоре начнут устраиваться небольшие турниры, ведь к этому состязанию уже готовятся и наши артисты. Танцевальная композиция Зоска исполняет мужская танцевальная группа ансамбля.